добрый вечер дорогие друзья в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня уважаемый аван с здравствуйте аван с как дела она с чем занимаетесь где живете расскажите о себе краснодар и край про там замечательно как она по она по как там в краснодаре овиг джан ну зато пила ножка брата ну сильно про дожди про мне прекращаются в основном вы сами из армении аван с ясли на канала с линакана скажите пожалуйста а вы застали то страшное землетрясение восемьдесят восьмом году ну два года было мне друг я даже не помню брат помнит но я не помню знаете это страшная катастрофа восемьдесят восьмом году в начале карабахского конфликта до азербайджан армянского даже я бы сказал могла бы действительно нас сплотить и как-то возможно даже помирить уже полгода был конфликт и азербайджанцев не было в армении знаете ли вы вот в тот самый период в момент страшного землетрясения какую помощь оказал азербайджан армению вы в курсе когда случилась эта катастрофа восемьдесят восьмом году вашем родном городе тогда же азербайджан направил самолет на борту которого было 70 добровольцев и 7 членов экипажа 70 добровольцев из баку и они полетели на помощь армении с которой уже полгода был конфликт этот самолет не долетел он разбился это в истории армянской авиации самое крупное авиакрушение чтобы вы понимали 76 или 77 человек погибли один только случайно выжил и вот это случилось но об этом школах не рассказывают об этом пытаются замять вместо того чтобы тогда помирить народу на кстати в баку есть памятник этим ребятам которые полетели и разбились но вот об этом не говорят а скажите что должно случиться чтобы мы с вами аван с помирились мы должны остаться один на один один на скажите вот вы хотите чтобы российская федерация перестала защищать границы армянской республики и тогда мы останемся один на один или чего вы хотите камран но ты понимаешь что врат замутили коммунисты согласен тут вы абсолютно вы абсолютно правы действительно конфликт в карабахе вы абсолютно гениально правы замутили именно коммунисты такие как михаил сергеевич горбачёв сильва капутики зори балая они замутили все эти конфликты начались еще во времена владимир ильича ленина тогда уже коммунисты замутили тогда еще во времена шаумяна уже замутили вы абсолютно правы но мы можем помириться но я смотри я в россии живу ничего прорасил в принципе не хочется плохой я знаю настоящий патриот вы настоящий патриот не принял как за своего да реально я гражданин россии давным-давно у меня дети 10 может я даже всю жизнь тут жить буду но на самом деле вот было так от правды не уйти да как говорит да да то есть они думали что когда-нибудь может быть что советский союз распадет и надо замутить такое что там если где-то трактор производит его двигатель где-то в другом стране да в беларуси это цепочку сделали что было очень тяжело тяжело как говорите расстаться от друг друга можно можно подумать что они сделали это с хорошими намеренными вы настоящий истинный патриот да ванэс джан вот вы живете в россии правильно я хотел бы немножко вас просветить вы наверное знаете безусловно день независимости российской федерации правильно когда он празднуется ну он празднуется после второго коронавируса у меня пропал просто я вам напомню коронавирусом поразил всех и даже правую часть моего пору полушария 12 июня это день независимости российской федерации естественно коронавирус поразил вашу левую часть по полушарии вы забыли день независимости армении правильно день независимости 21 сентября красавчик я вами горжусь вот видите вы это знаете значит коронавирус был все-таки частичным а вот цвета армянского флага что они означают вы знаете хаван с ну красный это пролитый кровь братан а синий красный синий брать Computer и правильно синий небо это демократия демократия это как небо есть синее небо значились демократии в абсолютно правы а вот оранжевый цвет что означает это вот продовольствие правильно правильно это вот абрикоса это вот плодородные земли. Вы все знаете. Вы просто меня поражаете. Вы молодец. До шестого класса в Армении ходил. А, вы ходили до шестого класса. Как хорошо. Значит, у вас замечательное образование. О чем вы сегодня занимаетесь в Краснодаре? Друг, тут по-разному. И гостиничным бизнесом, и перевозками, и вообще по-разному. И водитель. Водитель. А могут азербайджанцы с армянами помириться вообще? И на каких условиях? Друг, смотри. Вот здесь, в Краснодаре, у нас есть 2-3 базы, где турки, азербайджанцы, армяне. Они вместе работают. Честно, друг другу помогают. Это то, что при мне. Я тоже к Новому году еду туда. Я понимаю, что нету здесь вражда. Ну, нету. Потому что это кавказцы. А какие помидоры вкуснее? Армянские или азербайджанские? Только честно. Я ящик помидоров купил. Я купил помидоры, я говорю, турецкий. Ты чё, братан? Это азербайджанский. Я говорю, азербайджанский лучик? Это, конечно, ты чё не знаешь? Я начал понимать, что азербайджанский, наверное, послаше, чем турецкий. То есть они ближе, да? Быстрее доезжают, наверное. И вам понравился их вкус, честно? Ну, на вкус? Ну, как сказать, всё парниковское. Это было к Новому году. А, ну да, да. Нет, не то, братан. Не то, нет. Одно дело, что ты берёшь летом, когда под солнцем растёт, а другое дело... Ну, азербайджанские, они лопаются, знаете, во рту. Маленькие таки есть зиря. Так что не знаю. И зиря. А скажите, пожалуйста, вы сегодня счастливый человек? Вы счастливы сегодня? Вот счастливы того, что вы живы армянин, что вы живёте в России. Вот почему вы не живёте в своей родной Армении? Почему? Ну, так пришлось. Ну, как тебе сказать? Люди же тоже добытчики, братан. Они всю жизнь ходят, охотят. Где хорошая охота, там и остаются. Это, наверное, и ещё древние племена тоже так жили. Где хорошая охота, они там и остаются. Но как бы... Потому что я здесь живу, может, я никогда и туда не поеду, но зная, что у меня есть родина, у меня есть этот флаг, я тебе говорю, я здесь покрепче себя чувствую. Без этого, брат... Ну, конечно, я цыганам оскорблять не хочу, но как цыгане, да, братан? Вот живут и не имеют родины, не имеют государство своё. Ну, для меня будет... Зато это древний народ со своей историей, со своим языком, со своей музыкой. Скажите мне, а вот почему вы всё-таки... Извините, я перебил. Я в России живу, но заставляю своего ребёнка дома разговаривать армянский, чтобы он свой язык не забывал. А скажите, пожалуйста, Аванес, а какая у вас фамилия Аванес? Карапетян. Карапетян. А отчество, папу как звали? Карапет. Карапет. Карапет, Карапетян. Аванес Карапетян Карапетович, правильно? А деда как звали? Липорит. Как? Липорит? Липорит. Липорит. Какие красивые имена. А вот скажите, последний раз вы в каком году были в Армении? Четыре года. Четыре года назад. Четыре года назад поехали сыну крестить. А скажите, пожалуйста, вы человек мудрый, умный, интересный, определённо, прожили свою достаточную, я бы сказал бы, бурную жизнь. Вы как патриот. Вы как человек, который любите свою родину, который живёте и гордитесь тем, что вы армянин со своей историей. Скажите, положа руку на сердце, вы верите в мир между азербайджанцами и армянами? Верю, но не в ближайшее время, думаю. Потому что как один человек тоже в ТикТоке сказал, что вот каждый 20-30 лет вот этот бензин кто-то наливает, чтобы этого не случилось. Вы знаете, я раньше слышал, что как один какой-то великий человек сказал, или как какой-то, например, философ сказал, сегодня, то есть мы рассчитываем на те великие слова, которые сказал один человек в ТикТоке. Так получается, да? Нет, я это пример просто. А ваше любимое блюдо какое, Аванес? Ну, долма, наверное, правда. Долма, шашлык. А вот у вас долма или толма? У вас долма или толма? Ой, земляк, так вот кто услышит меня, вот приехал, да, приехал, ну, с женой, жена русская, у них там, у него жены брат шашлык пожарил, мы вместе сидим, кушаем, пьем, вот, как тебе сказать. Так что, нету, как тебе сказать. бывало у нас такое, что вы сидели за одним столом с азербайджанцами, с турками, и ели, как говорится, шашлык, и вот кушали долму. Бывало такое? 15 лет у нас в компании. То есть, в 15 лет вы, в общем, за столом сидите, идите, пьете, без проблем, да, правильно? Да. А вот если доходится... И также можем осуждать, что люди не виноваты, ты же понимаешь, вдруг уважение рождает уважение, правильно? То есть, если два мужика порядочных встретились, помогли в чем-то друг другу, подружились, и эта дружба все дальше и дальше идет. Причем-то уже национальности... Каждый второй мамидян, Аллахвердян, Исламян. Что насчет того, что у каждого второго армянина имя или фамилия европейское или тюркское или арабское? Почему тогда? Скажите мне, почему эти вот пашиняны, почему эти азады, мамидяны, почему блюдо имам Баэлды? Почему, если это исконно ваш город? Почему в городе Баку есть захоронение шахов, шарван-шахов в 15 век есть девичья башня, есть, например, крепостные стены, а в Ереване, древнем городе, нет даже старого города, мне можете показать, где похоронен хотя бы один из 260 армянских великих царей? У нас есть захоронение карабахских ханов в 17 век, в 18 век это, например, Агдам, да, Карабах, низминный. У нас есть захоронение шарван-шахов. 15 век, старый город, еще речают, позади девичьей башни, где похоронены великие армянские цари, можете мне сказать? Если это ваш великий древний город, ну, хотя бы в Армении, они похоронены где-то? Короче, ты знаешь, ты как Жириновский, даже если тебя не любят, уважают, потому что ты читанный человек. Спасибо, дорогой, спасибо. Я тебе хочу пожелать здоровья, я хочу тебе пожелать мира, я хочу тебе пожелать, чтобы ты был счастлив там, где ты счастлив, в своем маленьком мире, в своем маленьком светлом будущем. Будь здоров, пускай сын твой растет, но немножко дай ему, я тебя прошу, дай своим детям максимально знаний, чтобы их кругозор был шире и шире. Во всем мире, кроме армян и азербайджанцев, есть сотни других представителей национальности и раст, есть миллиарды людей, дай ему весь мир, пускай он сам сделает выбор, и поймет, наконец, что Баку все-таки и древняя Армения, это немножко маленькие такие точки во вселенной, вселенная, она бесконечна, мы маленькие города, маленькие страны, вселенная бесконечна, нам нужно найти общий язык, понимаешь, Аванес, нам надо его найти. Знаешь что? Да. Вообще все люди, все люди на земле, они считаются детьми одного создателя, Господа, ты понимаешь? ну примерно если взять на себя я там отец десятерых детей, если один мой ребенок другого обидит, я его буду наказывать. Это так же, как мы все люди брат и сестры, потому что у нас один создатель наш отец, понимаешь? А скажи, пожалуйста, вот потрясающая у тебя позиция. Ты знаешь, где я служил? Я в Гадруде служил. А, ты в Гадруде служил. Я там был три недели назад, очень красиво. Очень. Комитас один, есть там один пост такой, Комитас один называется. Показательный пост в Гадруде. Я знаю, этого поста уже нету, честно. Я тебе могу сказать... Я могу фоткать спину тебя. Я знаю, ты мне можешь сфоткать. Я рад, что у тебя в памяти остались эти светлые для тебя дни, но этого поста больше нет. Его уже нету. Там все совсем по-другому. Там сейчас аэропорты, электростанции, инфраструктура, там живут люди, заселяются деревни, там летают уже самолеты, там электростанции, асфальт, дороги. Там, в общем, жизнь кипит и бурлит. Все будет хорошо. Ты не беспокойся. Я хочу спросить. Карабах это... Хочу просто тоже вопрос один задать. Давай. Вот скажи мне, пожалуйста, ну, произошла, да, война, очень много людей погибли, очень много мамы плакали. Кто-нибудь хотел из вас ни государства, ни правительства, а народ хотел этого? Народ? Даже сыны кровью хотел? Народ, к сожалению, народ последние 30 лет осознавал, что единственный способ вернуть землю домой это большая кровь. Народ уже устал ждать и верить обещаниям, которые нам давали каждый день. Одна группа Минская, другие обещали, мы вам вернем. Армяне нам обещали 30 лет начать возвращать наши земли, но вот вроде бы что-то тронулось, да, лед какой-то тронулся в 99-м году. Ох, бабах, пришли в армянский парламент и расстреляли Карен Дамирчан, Вазген Саркисян. Всех расстреляли в парламенте. Роберт Кочарян стал президентом Армении и все. Еще 20 лет мы ждали, ну сколько можно ждать? И народ действительно дошел до того состояния, когда понимал, что единственный вариант, единственный способ вернуть домой нашу землю это кровь. Мы ждали этого. Как бы это жестоко не звучало, но мы понимали, что иного пути нет. Мы не хотим мести, мы не хотим мести, Аванес, мы хотим справедливости. Моей семье тоже и ветеран первой Карабахской, получивший ранение, дядя, у супруги двоюродный брат погиб, другой двоюродный брат освобождал город Шуша. Это в сторону. Мы не хотим мстить, мы хотим строить, мы хотим строить свои дома. Я живу в городе, я азербайджанец, который родился в столице, но я хочу там жить. Я хочу там строить и там быть. Это я говорю тебе, как человеку, у которого дети и семья. Я хочу там жить, я хочу там работать, я хочу туда. Это мое мнение. Тебе я желаю мира, чтобы ты в радости и в горе был всегда рядом со своей семьей. Ты живешь в Краснодаре, ты был последний раз в Армении четыре года назад, зато знаешь все. Подошел ко всему очень трезво. Благодарю тебя за разговор. Я рад, что ты истинный патриот и рад, что ты находишь общий язык и с азербайджанцами, и с армянами. Где-то в России вы сидите за одним столом, обсуждаете политику, дружбу, делаете то, что вы считаете нужным. Но давай не забывать то, что мы в первую очередь люди, а людям нужна под ногами земля. Понимаешь? Это твой дом, где ты живешь? Да? Да. Вот это твой дом. Он твой собственный или ты арендатор? Да. Он твой собственный? Нет, брак. Я три дома построил себе. Ты три дома построил? Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Допустим, ты живешь в одном доме, в другом доме живет твой сын. Правильно? Ты три дома построил, правильно, дорогой? Я сейчас в одном доме с сын женой сюда пришел, в другой дом. Хорошо, отлично. Вот представь такую ситуацию, дорогой. В одном доме ты живешь с женой, в другом живет твой сын с семьей, в третьем доме, в пустом доме, поселились твои соседи. Ты сказал, живите, да, ребята? Там все равно никто не живет. И вдруг через 20-30 лет твои соседи там пожив, сказали, это наша исконная земля. У тебя купчая на этот дом. Ты его построил, ты его воздвиг. Да, они во дворе там могли построить какую-то часовню, понятно, но это твой дом. Ты его руками построил из ничего. Нет, они говорят, мы здесь живем 20 лет, это мое. Ты не будешь с ними воевать? Я не говорю тебе о карабахских ханствах, я тебе не говорю о панахалихане. Ты мне не назвал ни одну могилу царя, ни одного короля армянского, где их похоронили, но ты говоришь, что у тебя есть история. Я человек скромный. Пускай нам 500-600 лет, но нас в мире 65 миллионов. Вам 4 тысячи лет, вам всего 12. Вас 12 всего. Почему? Почему вас так мало? Почему в Ереване нет старого города? Вот нет крепостных стен, нету древних, а именно внутри Еревана каких-то построек, бань, город, каких-то, я не знаю, музеев, чего-то. Нету этого. Почему есть старый город в Баку, в Тбилиси, в Москве, а в Ереване? Ереван с нуля построил это. Потому что Ереван построен с нуля, тогда зачем вы говорите, что ему там несколько тысяч лет? Вот этого архитектора, я забыл их фамилию. А архитектор с нуля построил, я согласен. Эта девочка у вас выступила недавно, ее сразу уволили. Она сказала, город был построен недавно. Вот она выступила на телевидении и сразу с ней попрощались. Еревану 2800 лет. Я знаю, но для этого в Ереване должен быть старый город, должны быть какие-то крепостные стены, захоронения царей. Почему в центре Еревана стоит захоронение, извини меня, Мавзолей Пиргусейна 1462 года, второй правитель Ереванского ханства похоронен в центре Еревана. Почему у вас остатки, остатки стен Ереванской крепости, остатки стены дворца Сардара? Почему нету бани армянских, я не знаю, домов армянских, почему нет ничего 15, 16, 17 века? Понимаешь, нету этого. Да ладно, это забудь. Это не наш с тобой уровень. Это пускай останется. Мы с тобой, давай так, долма, пяти, лаваш, хаш, вот наша с тобой тема, согласен? Конечно. Да, да, да. Я тебе желаю мира, счастья и здоровья. Ты очень хороший, мудрый собеседник, знаешь историю. Я думаю, мы с тобой сегодня открыли друг другу еще больше глаза, и мы будем стремиться к миру. Ты со мной согласен? Да, 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 брат, сто процентов. Благодарю тебя. Что, если вот так пойдет, ну как тебе сказать, ну иногда бывает обостряется так, что вот армяне пошли, разбили там магазин азербайджанца, азербайджанцы пошли, разбили кафе армянина. Братан, в Москве же было случай, да? Я знаю, вот ты знаешь, 70-е годы тоже в Москве взорвали метро члены террористической организации АСАЛы, как ты знаешь. Эта организация была создана, типа, отомстить за какой-то там, за событие там 15-го года, да, хотя ждали, чтобы создать АСАЛы 60 лет, а потом пришли и взорвали в Москве метро в конце 70-х годов. Давай не будем об этом, давай о хорошем. Ты хочешь мира? Нет, ты хочешь мира? Почему я так говорю? Ты не дослушал. Если человек тебе реально, индивидуально ничего не сделал, а ты идешь, ломаешь его кафе, понимаешь? Я считаю это глупо. Я считаю это очень глупо, подруга. Спасибо тебе. Я тебе желаю мира. Я желаю, чтобы мы ничего друг у друга не ломали, не разрушали, а только строили. Я думаю, что каждый из нас сделает выводы. Мы сделаем выводы, сколько всего построили армию. И они в Карабахе за 30 лет. И сколько всего построили азербайджанцы там за год. Я тебя благодарю за эфир. Ты очень мудрый собеседник. Спасибо тебе. Хаванес, какая у тебя фамилия? Я забыл. Карапетян, друг. Нашим гостем был сегодня, дорогие друзья, передача «Нашниной разговар» Хаванес Карапетян. И он обратится к нашим зрителям с призывом к миру. Прошу вас. Да. Обращайтесь. Сколько человек нас смотрит? Нас где-то несколько тысяч. Скажите просто мира всем и все. Наверное, на этом. Нет, я одно хотел сказать. Ребята, я-то понимаю, всех сразу не померить. На самом деле, кто-то вовремя поймет, кто-то чуть позже, раньше. Но считайте, что на ринге даже два бойца, они дерутся, они в последних сил убивают друг друга. В конце боя они обнимаются и желают быстрее выздоровления. Даже если мы враги, давайте уважать друг друга. Потому что уважение всегда надо. Всем. потому что если ты себя уважаешь, ты должен даже врага своего уважать. Я не желаю, чтобы мы остались врагами, честно говоря. Ну, не желаю этого. Вот. Но пусть будет уважение. Чтобы вот даже если в ТикТоке как не зайдешь вот это вот карабахская тема. Я просто желаю, чтобы вот этого не было. Чтобы даже первое видео, которое было ну, компромиссное такое, когда вот сидел. Ну да, были какие-то споры. Вы желаете, чтобы не было споров. Спасибо вам большое. Споров не было. Чтобы неуважения не было. Чтобы все уважали друг друга. Вот реально. Чтобы вот даже смотреть. Вот я про Валеру, да, говорил. Вот реально. Я захожу, как этот человек со всеми общается, я кайпую. Его вот терпение, мудрость. Спасибо. Вот серьезно. Спасибо. Вот. Я тебе тоже так и желаю, чтобы ты тоже делал так, чтобы друг, реально, мы тебя любили и уважали, братан. Спасибо. Понимаешь? Так что всем желаю мира, ребята. Всем желаю мира. Нам от этой жизни четыре доски забрать с собой. Больше ничего. Ни Карабах, ни дома, ни море. Живите сегодняшним днем. Я так могу сказать. Потому что всем дальше копаться, у нас дети, дети, это наше будущее. Нам нельзя это так оставлять. Это вот мое мнение. Дорогие друзья, гостем нашей передачи был Аганес Карапетович Карапетян. Город Анапа. Поселок Витязево. Поселок Витязево. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Все, приезжайте гости. Встретим как надо. И проводим как надо. До свидания. До свидания. Я реально занимаюсь. Вот. Все тогда. Всем удачи. До свидания, брат. Спасибо за эфир. С вами была передача Ночной Размавар. Увидимся в следующей понедельник. До свидания.